всем привет меня зовут стаси ванова и вы находитесь на канале бисероплетения в сегодняшнем мастер-классе мы будем делать ящерку бруни милую саламандру из мультика холодное сердце ребята пожалуйста поставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео а что понадобится для того чтобы сделать бруни я покажу далее для того чтобы сделать ящерку мне понадобится бисер номер 10 цветов металлический розовый синий черный голубой и белый а также терпение и вдохновение ну что приступим к мастер-классу для того чтобы сделать бруни я беру проволоку сечением 0 3 миллиметра длиной 120 сантиметров и плетение бруни мы начинаем с мордочки помните у нас с вами плетение объемная так что в течение мастер-класса я буду показывать как должно выглядеть плетение сверху и снизу а также ребята если по какой-то причине вам не хватило проволоки я внизу прикрепила ссылочку как наставить проволоку если вам не хватило ее и так набираем первый ряд он состоит из трех синих бусин сделали это и отправляем эти бусины в середину проволоки и оставляем их там далее набираем второй ряд он состоит из четырех синих бусин сделали это и сейчас я покажу вам технику параллельного плетения посмотрите на одной проволоки у нас с вами бусинки берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь крест-накрест через четыре бусинки нашего второго ряда вот так далее нам необходимо сравнять проволочки между собой вот так и подтянуть второй ряд к первому ряду на середину проволоки будьте внимательны в этот момент проволочки должны быть одинаковой длины сейчас мы с вами закладываем основное плетение тогда нам хватит проволоки по всему периметру нашего бруни и так посмотрите получилось вот такое вот колечко сейчас я пока не буду показывать что такое объем продолжаем плести набираем третий ряд он состоит из пяти голубых бусин сделали это и снова повторяем технику параллельного плетения на одной проволочке у нас с вами бусины берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь через все пять бусинок и вот так должно получиться далее я затягиваю концы проволоки придвигаю третий ряд ко второму ряду к нашему плетению посмотрите внимательно я подтягиваю этот ряд затягиваю концы проволоки очень крепко и вот у нас с вами получилось плоское плетение посмотрите как мы создаем объем с одной стороны у нас бруни будет синего цвета с другой стороны с брюшка он будет голубой а это значит что нам нужно создать зигзаг и объемное плетение для этого я просто сжимаю ряды вот так и создаю это самое объемное плетение сверху выглядит вот так с мордочки выглядит вот так и снизу соответственно голубой ряд далее набираем четвертый ряд он состоит из 1 синий 1 белый 1 черный 3 синих 1 черный 1 белый и 1 синей бусины сделали это переплетаем этот ряд и посмотрите как мы его затягиваем я затягиваю правую и левую проволочки очень плотно и крепко постарайтесь и вы пожалуйста и я вывожу этот ряд вперед он должен быть с той стороны где синий ряд вот здесь сейчас я разверну и покажу посмотрите вот таким образом посмотрите внимательно на боковой шов вот здесь должен быть зигзаг глазки у нас на верхней части на нижней части голубой ряд постарайтесь проволоки подтягивать как можно плотнее для того чтобы шов у нас был ровнее и чтобы здесь была дуга из нашего четвертого ряда это очень важно сейчас мы закладываем как будет выглядеть мордочка у бруни далее набираем пятый ряд он состоит из 7 голубых бусин переплетаем и смотрите как мы затягиваем я затягиваю этот ряд и укладываю его в нижнюю часть нашей ящерки обратите внимание пожалуйста на боковой шов он вы должен выглядеть как зигзаг вот так же как у меня верхняя часть но состоит из синих бусин нижняя из голубых снова подтягиваю проволочки и далее набираю шестой ряд он состоит из одной синий трех белых трех синих трех белых и одной синей бусины переплетаем и затягиваем этот ряд на верхней части где у нас с вами глазки я укладываю ряд сразу дугой чтобы мне было проще затягивать подтягиваю правую и левую проволочки и обратите внимание сразу на боковой шов вот так выглядит мордочка бруни спереди очень миленько получается я надеюсь что у вас получается так же как у меня постарайтесь пожалуйста далее набираем 7 ряд он состоит из 8 голубых бусин переплетаем и затягиваем снова подтягиваю проволочки укладываю ряд с голубыми бусинами в нижнюю часть и вот так должно получиться далее набираем 8 ряд он состоит из трех синих 1 розовой трех синих 1 розовой и трех синих бусин переплетаем и затягиваем я снова укладываю ряд вперед верхнюю часть сразу создаю дугу и подтягиваю правую и левую проволочки чтобы все сразу у нас получалось красивенько смотрите как должно выглядеть далее набираем 9 ряд он состоит из 7 голубых бусин переплетаем и затягиваем вот так далее набираем 10 ряд он состоит из 3 синих 1 розовой и 3 синих бусин переплетаем выводим ряд верхнюю часть и затягиваем подтягиваем проволочки очень плотно завершаем плетение головы переходим к шее и телу далее набираем 11 ряд он состоит из 6 голубых бусин переплетаем и затягиваем укладываем голубые ряды вниз смотрим на боковой шов должно получиться вот так и продолжаем набираем 12 ряд он состоит из 5 синих бусин переплетаем и затягиваем выводим ряд верхнюю часть подтягиваю все ряды далее набираем 13 ряд он состоит из 5 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 14 ряд он состоит из двух синих 1 розовый и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем набираем 15 ряд он состоит из 6 голубых бусин переплетаем и затягиваем далее набираем 16 ряд он состоит из двух синих 2 розовых и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем посмотрите пожалуйста на боковой шов у вас должно быть также как у меня боже какой миленький и далее набираем с вами 17 ряд он состоит из 7 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 18 ряд он состоит из двух синих 1 розовой 1 синий 1 розовый и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем сейчас как вы понимаете мы делаем красивое плетение сверху где у нас с вами орнамент у ящерки мне очень нравится как она выглядит посмотрите пожалуйста и также обратите внимание что боковой шов должен выглядеть зигзагообразно далее набираем с вами 19 ряд он состоит из 7 голубых 20 ряд он состоит из 1 синих 2 розовых 2 синих 2 розовых и 1 синие бусины переплетаем перри плетаем и затягиваем подтягиваю проволочки крепко вот так далее набираем 21 ряд он состоит из 7 голубых бусин переплетаем перри плетаем и затягиваем далее набираем 22 ряд он состоит из 1 синий 2 розовых 1 синий 2 розовых и 1 синий бусин переплетаем и затягиваем набираем 23 ряд он состоит из 6 голубых бусин переплетаем затягиваем смотрим на боковой шов все должно быть ровненько так же как у меня посмотрите какой милашка крошечка такая далее набираем 24 ряд он состоит из 2 синих 3 розовых и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем так вот далее набираем 25 ряд он состоит из 5 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 26 ряд он состоит из 2 синих 2 розовых и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем посмотрите какой рисунок у нас с вами получается вот так должно быть снизу и сбоку должен быть зигзаг далее набираем 27 ряд он состоит из 4 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 28 ряд он состоит из 2 синих 1 розовой и 2 синих бусин переплетаем и затягиваем оттягиваем проволочки набираем 29 ряд он состоит из 4 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 30 ряд он состоит из 4 синих бусин переплетаем и затягиваем набираем 31 ряд он состоит из 3 голубых бусин переплетаем и затягиваем набираем 32 ряд он состоит из 1 синий 1 розовой и 1 синих бусин переплетаем и затягиваем набираем 33 ряд он состоит из 3 голубых бусин переплетаем и затягиваем продолжаем плести наш хвостик посмотрите какой у нас классный на самом деле получился орнамент я чуть-чуть поправляю ящерку для того чтобы вам было виднее вот и затылочная часть у него классно получилось и сам основной рисунок его даже здесь и с нижней частью выглядит вот так но самая красота будет когда мы с вами сделаем лапки итак продолжаем плетением набираем 34 ряд он состоит из 3 синих бусин переплетаем переплетаем затягиваем набираем 35 ряд он состоит из 2 голубых бусин переплетаем затягиваем набираем 36 ряд он состоит из 2 синих бусин переплетаем здесь у нас с вами идет сужение будьте внимательны ряды нужно укладывать ровно друг за другом и плотно подтягивать проволочки не торопитесь пожалуйста вот так должно получиться далее набираем 37 ряд он состоит из 2 голубых бусин переплетаем затягиваем также продолжаем плести объемно должен быть вот такой вот зигзаг не отклоняемся подтягиваю проволочки набираю 38 ряд он состоит из 2 синих бусин переплетаем затягиваем и набираем 39 ряд он состоит из одной синей бусины переплетаем и затягиваем эту бусинку мы затягиваем со стороны брюшка вот так и набираем 40 ряд он состоит из одной синей бусины переплетаем и затягиваем этот ряд на верхней части нашего брюшка посмотрите внимательно как должен выглядеть хвостик далее нам нужно закрепить плетение для этого наберем любую из проволочек я беру ту что с правой стороны и пропускаем ее через предыдущий ряд где у нас одна бусинка вот так далее я затягиваю проволоку вот так должно получиться и далее я просто скручиваю проволочки вместе таким образом я закрепляю плетение и лишнюю проволоку я отрезаю ножницами посмотрите внимательно сейчас нам нужно снова уложить ряды друг за другом вот так да и мы можем уложить хвостик вдоль нашего плетения аккуратненько подтягиваем и вот так должно получиться сейчас я откладываю бруни в сторону и приступаю к плетению лапок для того чтобы сделать лапки мы берем проволоку сечением 0,3 мм длиной 35 см и начинаем плетение лапки с пальчиков набираем на проволоку одну синюю и одну голубую бусину вот так отправляю эти бусины в середину проволоки вот так и смотрите что я делаю далее кончик нашего пальчика имеет голубой коготок вот он а это значит что я беру проволочку с левой стороны отодвигаю голубую бусину и пропускаю левую проволочку через синюю бусинку вот так параллельно нашей правой проволочке и далее выравниваю концы нашей проволоки чтобы они были одной длины это очень важно и далее сравниваю плетение вот так и затягиваю наши бусинки и вот наш первый пальчик готов далее на любую из проволочек я набираю одну синюю и одну голубую бусину отправляю эти бусины к плетению и плиту аналогично отодвигаю крайнюю голубую бусину и концом этой же проволоки прохожу через синюю бусинку насквозь вот так далее придвигаю бусинку плотно к нашему первому пальчику держу пальцами плетение и затягиваю проволоку и вот у нас с вами получилось два пальчика далее я беру проволоку с противоположной стороны на которой мы не плели и набираю на нее одну синюю и одну голубую бусину отправляю эти бусины к плетению и повторяю технику отодвигаю голубую бусинку и через синюю пропускаю конец этой же проволоки придвигаю синюю бусинку к нашим пальчикам держу пальцами плетение и затягиваю проволоку и вот мы с вами сплели три пальчика далее на любую из проволочек мы набираем первый ряд он состоит из двух синих бусин переплетаем и затягиваем затягиваю вот так должно получиться лапки у бруни будут плоские поэтому плести будет гораздо легче далее нам нужно сделать четвертый пальчик на лапке для этого на любую из проволочек мы набираем одну синюю и одну голубую бусину отправляю эти бусины к плетению и повторяю технику отодвигаю крайнюю голубую и через вторую синюю мы пропускаем проволоку придвигаем синюю бусинку к плетению держим пальцами и затягиваем проволоку и вот так мило у нас с вами получается далее набираем второй ряд он состоит из двух синих бусин переплетаем и затягиваем набираем третий ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем четвертый ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем пятый ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем и набираем последний шестой ряд он состоит из двух синих бусин переплетаем и затягиваем и так мы сделали с вами первую лапку посмотрите внимательно где у нас находится боковой пальчик вот он берем проволоку с этой стороны где пальчик берем нашего бруни и начинаем пришивать туловищу нашу лапку разворачиваю бруни ищем у нашего бруни шею видите вот здесь пять голубых бусинок ищем ряд где 6 вот пониже и в него нам нужно ставить проволоку посмотрите внимательно проволоку я буду вставлять справа налево чтобы получилось вот так и вставляю значит в этот ряд разверну его вверх тормашками и поехали если по какой-то причине у вас не получается пропустить проволоку насквозь вы можете сплести каждую лапку отдельно на каждую лапку у нас будет уходить примерно 15 сантиметров проволоки и пришивать можно через боковой шов не вставляя проволоку как я через весь ряд посмотрите внимательно как должно это выглядеть и далее мы просто затягиваем проволочку так поворачиваем наше плетение посмотрите вот пальчик у нас сверху и вот так должно получиться далее я снова разворачиваю плетение вверх тормашками как и было и беру вторую проволочку и пропускаю ее в ряд который ниже в сторону хвоста в котором 7 голубых бусинок справа налево насквозь также как и в предыдущий раз вот так и далее затягиваем проволоку и вот мы с вами присоединили лапку посмотрите как это выглядит очень классно а не могу такой милый вот и дальше мы плетем вторую лапку набираем первый ряд он состоит из двух синих бусин переплетаем и затягиваем набираем второй ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем третий ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем четвертый ряд он состоит из трех синих бусин переплетаем и затягиваем набираем пятый ряд он состоит из двух синих бусин Переплетаем и затягиваем. После того, как вы все сделали, мы приступаем к плетению бокового пальца. Для этого берем проволоку с той стороны, где у нас глаз. И набираем на нее одну синюю и одну голубую бусину. Отправляем к плетению. И повторяем технику, как мы делали в первую лапку. Отодвигаем голубую бусину и через синюю пропускаем проволоку. Вот так. Придвигаем плотно эту бусинку к плетению. Держим пальцами и затягиваем проволоку. И вот мы с вами сделали первый пальчик. Далее набираем шестой ряд. Он состоит из двух синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Далее нам нужно сплести три пальчика. Для этого я беру проволоку снизу, та, которая ближе к хвосту. И на нее набираю одну синюю и одну голубую бусину. Отправляю к плетению. Отодвигаю голубую и через синюю пропускаю конец проволоки. Придвигаю все плотно к плетению. Держу пальцами и затягиваю конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку мы набираем снова одну синюю и одну голубую бусину. Плетем второй пальчик. Отправляем к плетению. Отодвигаю голубую и через синюю пропускаю конец проволоки. Держу пальцами и затягиваю конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку мы набираем последний третий пальчик. Он состоит из одной синей и одной голубой бусины. Отправляю к плетению и повторяю технику. Отодвигаю голубую и через синюю пропускаю проволоку. Передвигаю и затягиваю конец проволоки. И вот мы с вами сплели три пальчика. Теперь нам нужно закрепить плетение. Берем конец этой же проволоки, на которой мы только что плели. И пропускаю конец проволоки от бокового пальчика к хвостику. Через весь ряд насквозь. Право налево. Вот так. Далее затягиваю проволоку. Подтягиваю левую и правую проволочки. И вот такая лапка у нас с вами получилась. Далее нам нужно закрепить проволоку. Для этого я беру проволоку с любой стороны. И прошиваю ее через боковой шов. Вот так. Затягивайте проволочку очень крепко. И лишнюю проволоку я отрезаю ножницами. С другой стороны я делаю то же самое. И вот мы с вами сделали первую пару лапок. Посмотрите внимательно. Вторую пару лапок мы будем делать аналогичным способом. Все повторяется. И сначала вы плетете одну лапку. А потом я покажу куда ставить проволоку. И вы сплетете потом вторую лапку аналогичным способом. Приступаем. И вот мы с вами сплели третью лапку. Снова берем проволоку с той стороны, где у нас боковой пальчик. Вот с этой. И вставляем ее в следующие ряды. Разворачиваю нашего бруни. И начинаю считать ряды. Вот последний ряд, в который мы вставляли проволоку. От него отсчитываю раз, два, три. В третий ряд, где шесть голубых бусин, я вставляю ее справа налево, насквозь. Так же, как и в первый раз. Вот так. Далее подтягиваю проволоку. Беру вторую проволоку, которую мы еще никуда не вставляли. И вставляю ее в ряд ниже, где пять голубых бусин. Справа налево. Вот таким образом. И просто затягиваю обе проволочки. И вот так должно получиться. Далее нам нужно сделать четвертую лапку. Ее мы делаем так же, как левую лапку. И далее завершаем плетение абсолютно аналогично первой паре лапок. И вот такая милая ящерка бруни у нас с вами получилась. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!